Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава Второй книги Парлипомана, или Второй Хроник, так же, как и девятая следующая, говорит о том, что Соломон еще сделал свое царство не кроме строительства храма. Я прочитаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. И учитывая, что в этих книгах Парлипомана на Хроник, собственно говоря, храм — это практически самое главное, едва ли не единственное событие, о котором рассказывается, важно посмотреть, а что кроме храма-то важно? Вот его мудрость, его какие-то доходы или что. 20 лет Соломон строил храм Господа и собственный дворец, а после этого отстроил города, которые передал ему храм и поселил там израильтян. Храм — это царь Тира, о котором уже говорится, иногда его имя пишется как Хиро, но это один и тот же человек. И вот, смотрите, начинается с того, что он строит центр, потом периферию. И отчасти даже продолжает военные кампании, хотя в очень небольшом масштабе. Как Давид вел, таких войн он не ведет. Соломон пошел в Хамат Суву и захватил ее. Он отстроил Тадмор, что в пустыне, и все крепости со складами, которые находятся в Хамате. Он отстроил верхний Бетхурон и нижний Бетхурон, сделал их крепостями со стенами и воротами на запоре, а также Баалат и все крепости, где у Соломона были склады, и крепости для колесниц, и крепости для конниц. Я напомню, что впервые у израильтян появляется конное войско, в основном, видимо, колесницы, а не кавалерия, но мы точно не знаем. И для них, конечно, нужны какие-то места, где они будут жить, там эти кони пастись, где-то должны укрываться. В Иерусалиме и на Ливане и по всей подластной ему стране Соломон построил все, что задумал. То есть большая строительная программа, так это описывается. На всех оставшихся хетов Амареев, Перезеев, Хивеев и Ивусеев, а это доизраильское население Ханаана, на всех неизраильтян, потомков, тех, кто уцелел в этой стране, тех, кого не истребили израильтяне, на всех них Соломон возложил трудовую повинность. Эту трудовую повинность они несут и до ныне. То есть истребление сменилось некоторым сосуществованием, хотя говорить о равенстве довольно трудно. Израильтян Соломон не принуждал к работам. Они были у него воинами, начальниками стражи крестничного войска и конницы. То есть, смотрите, соплеменников своих он оставлял свободными, а подчиненные другие народы, да, принуждал к работе. Вот распорядители работ, которые у Соломона управляли народом, их было 250 человек. Развитый административный аппарат у Давида, такого, пожалуй, не было. Но у него и проектов не было такого масштаба строительных. Дочь фараона Соломон переселилась в городе Давидова во дворец, который я специально для нее построил. Он решил, нельзя, чтобы у меня во дворце Давида, царя Израилева, жила женщина, потому что это место свято. Ковчег Господа некогда посетил его. То есть, интересно, почему так? Когда-то Давид перенес ковчег Господень, и, судя по всему, он хранился внутри дворца Давида, да, и поэтому женщина там жить не должна. Ну, возможно, это какие-то особенности семейной истории Соломона с его фараоновой дочерью. Ну, то есть, царица, царевна из соседнего Египта, очень знатная дама, надо как-то, нельзя ее держать на одном уровне с местными девушками. Ей надо что-то такое вот, хотя бы немножко напоминающее великолепие ее отца фараона построить. На жертвеннике Господнем, который находился перед притвором храма, Соломон совершал всесожжение Господу во все дни, когда это требовалось по установлению Моисея, по субботам, в Новолуния, и трижды год в определенное время, на праздник пресных хлебов, на праздник недели, на праздник шалашей. Три основных праздника — ежемесячная Новолуния и еженедельная суббота. Да, вот срок, когда совершаются эти обряды. В соответствии с установлением своего отца Давида, Соломон ввел разделение священников по различным служениям. Распределил левитов в соответствии с их обязанностями. Они должны были совершать восхваления и прислуживать священникам, как положено, на каждый день. Разделил стражей, расставив их по всем воротам. Ведь так повелел Давид, человек Божий. Все повеления царя относительно священников и левитов были в точности исполнены, включая те, что касались сокровищницы. Вновь и вновь повторяется, что Давид, собственно говоря, все заранее расписал, распределил, приготовил, Соломон исполнил. Так Соломон завершил строительство. Он заложил основание Господнего храма, он его и достроил. Храм Господень был полностью завершен. Кроме того, Соломон отправился в Эционгевер и в Элот на берегу моря в стране Едом. Имеется в виду Красное море, не Средиземное, с которым гораздо все проще, оно ближе, а вот Красное. Хурам велел, чтобы его люди отправили Соломону корабли и опытных моряков. Вместе с людьми Соломона они приплыли в страну Офир и привезли оттуда 450 талантов золота, которые доставили царю Соломона. Что за страна Офир, мы не знаем. Это что-то такое, куда плыть через Красное море в районе Сомалии, Эфиопии нынешних, возможно, или Южный Йемен. Но в любом случае это какая-то страна, где вот сказочные богатства. И в те времена, конечно, экспедиция в страну, где есть свои сокровища, вот особенно золото, Офирская славилась, это такое славное предприятие, ну и к тому же достаточно выгодное предприятие. Остается про Соломона только одна глава, и даже будет странно, что там история про его одно свидание. Продолжение следует...